Здравствуйте, уважаемые болельщики! С вами Северо-Восточная Лига, а именно Высшая Лига. И сегодня здесь состоится поединок 14-го тура между Изумрудом и СФ. Команда уже готова к бою. Жмут друг другу руки и расходятся по разным половинам поля. Прямо сейчас начнется наш поединок. Сегодня в Москве достаточно весенняя погода. Вроде бы конец декабря, ну середина декабря, если быть точным. Но Копель, везде текут ручьи, тает недавно выпавший снег. Ну а нам прохлада зимняя чувствуется особенно здесь в комментаторской кабинке, потому что у нас куда-то унесли обогреватель, поэтому вот приходится обходиться подручными средствами. Плюс еще предыдущая игра, которая здесь была, задержали ее начало, поэтому пришлось тоже немножко подождать здесь, насладиться футболом более низших лиг. Очень активный изумруд начинает матч, между тем не дают времени на раскачку сопернику. Но надо, конечно, составы назвать, поэтому подождите, ребята из изумруда, пока не забивайте. Итак, давайте все-таки с изумруда, наверное, начнем. Стартовый состав на воротах Сергей Финенко, 55-й номер. Линия обороны 3-й, Александр Савин в центре. Слева Алексей Куценко, второй. Справа Дмитрий Хлистов, опытнейший защитник, 44-летний, бывший игрок Спартака Московского сборной России. Наверное, главная звезда изумруда. Вот сегодня он приехал для того, чтобы преподать урок футбольного мастерства аутсайдеру. Дмитрий Хлистов справа, по четвертым номерам действует. В центре поля Андрей Курасов, пятый. Справа Сергей Овчинников. Слева 86-й, Александр Безверхий. И на острие нападения 31-й, Роман Дроздов. Вот такой вот состав у изумруда, 86. Подъехал сегодня на игру. Достаточно запасных на скамеечке. Как обычно, как всегда, вот атакует изумруд. И очень опасный момент тут же у ворот СФ. Поэтому давайте как раз и назовем состав аутсайдера. СФ играет в желтых футболках, в черных штанах СФ. На воротах Роман Чупанов. Далее линия обороны 21-й, Севастьян Ионин. Справа 55-й, Владислав Бедриддинов. Слева 88-й, Сергей Алешин. В центре поля пятый, Дьячков Андрей. Справа 13-й, Андрей Магуров. Слева Роман Наплеков, восьмой номер. Обратите внимание, что Наплеков вообще-то номинально вратарь. Но сегодня из-за нехватки народу вынужден сыграть он на левом фланге полузащиты. Вот такая вот ситуация с составом сегодня у СФ. Ну, точнее, наверное, все-таки Наплеков будет справа играть. Вот об этом мне перед игрой говорил капитан СФ, что Наплеков и Магуров могут вполне там местами поменяться. Но, да, и в нападении у СФ действует Денис Куликов. У него два нуля попросту на футболке. Конечно, не самый хороший номер для нападающего. Но вот так вот. Так, а что у нас тут? У нас очередной момент у ворот СФ. И Чупанов трудится в поте лица. Но, в принципе, это и ожидалось. Конечно, Изумруд сегодня явный фаворит матча. Но вы посмотрите, что творится. И гол! 1-0 на четвертой минуте открывает Изумруд счет. Ну, этого ждали, и это случилось. И, может быть, даже слишком рано. И открывает счет Алексей Куценко, пришедший в атаку. Давай, давай, Изумруд, давай, не спи. Не спи, выграем. Продолжаем дальше комментировать. Ну, что самое страшное для СФ уже случилось. Мяч пропущен. Поэтому теперь, наверное, остается только играть, только бороться и сражаться в матче против явного фаворита. Ну, что творит Чупин сейчас? Вот это его нагружают. Чупин, Чупанов, извините, да. Чупанов очередной сейф совершает. Но тут же, тут же очередная волна атаки Изумруда накатывает на его ворота. Как мощно начал Изумруд. Команда сражается за бронзу. Разумеется, сегодня очки они терять не собираются. Поединки против явного аутсайдера СФ. СФ имеет всего лишь 4 очка в своем активе после 13 проведенных встреч. И с таким результатом, разумеется, располагается на последней строчке в турнирной таблице. Нет никаких сомнений в том, что СФ сегодня будет сражаться, будет бороться. Но очень тяжело будет очки набрать. А Изумруд продолжает атаковать. И что творит Чупанов? Какой же он молодец. Сколько мячей отразил за эти первые минуты. Причем ногами, ногами очень много он играет. Наплеков его, его, его вообще-то, в общем-то соперник. За вратарское место в СФ наблюдает со своего фланга полузащиты с некой завистью. За игрок Олеги. Еще один удар по воротам СФ. На этот раз не точно. Дьячков тут, то есть Курасов, Курасов прицеливался. Тяжело, конечно, СФ играть в первые минуты. Постоянно приходится действовать в обороне. И даже не получается толком ничего. Вот сейчас хотя бы поддерживает мяч на своей половине поля. Спокойно оброняется Изумруд, без паники. Хочется, чтобы у СФ тоже что-то получилось. Честно говоря, понятно, что всегда мы болеем за интригу. И вот сейчас оборона Изумруда немножечко так подприваживает. Но ничего опасного не случилось. До удара дело не дошло. У Изумруда тоже. Изумрудные взяли все-таки небольшую паузу в эти минуты. И только я это сказал, как обрезались защитники СФ. И чуть было не привезли опасную атаку на собственные ворота. Но здесь Наплёков, голкипер, играющий в поле сегодня, подстраховал своих партнеров. Вот он, Наплёков, действительно, на правом фланге действует сегодня. Тогда как Магуров на левом. Эх, эх. Хорошо держался мяч у СФ, но обрезались. И тут же передача вперед. Острая. Будет ли удар по воротам? Снова пришел в атаку Куценко. Автор гола оформляет дубль. И жесточайший подкат. Это Куценко. Нет, это не Куценко. Это... Александр Безверхий тут подкатился достаточно жестко на фланге под оппонента. Но обошлось без травмы. И Безверхий тут же извинился перед оппонентом. С бровки ему пошутили партнеры. Мол, ничего страшного. Дорвал штаны. Ну, вроде бы все нормально. С амуницией у Безверхова. Отдает он передачу в центр поля. Начинает новую атаку из Умруда. Снова приходится обороняться СФ. Удар по воротам. Не точно, но, по-моему, Чупанов пальчиками зацепил мяч. Нет? Нет. Не зацепил. Судья считает, что не цеплял. Сказал я, что СФ идет на последнем месте с четырьмя очками всего лишь. Ну, а Изумруд имеет 20 баллов в активе и отстает на четыре очка от идущего третьим Баку. 20 очков у Умруда. 6 побед, 2 ничьи и 5 поражений. Изумруд прерывает мою речь. Очередной опасно так. И здесь здорово сыграл Ионин в центре обороны. УСФ отобрал мяч. Снова Ионин с мячом. Севастьян Ионин. Красивое имя у него, конечно, Сева, Севастьян. Ну, и играет тоже пока прилично, в общем-то. Но сейчас, правда, передачу не очень удачно отдал вперед. Так вот, Изумруд не играл достаточно давно. 6 декабря последний раз команда выходила на поле в матче против Пивдома, лидирующего. И тогда Изумрудные дали настоящий бой фавориту. Дважды сравнивали счет, но в итоге 2-5 уступили. Ничего не смогли поделать с Пивдомом. Все-таки очень сильная команда, которая пока еще ни одного очка не потеряла. А здесь у нас тем временем что происходит? Смотрите. Нагрузили чуть-чуть галкипера Изумруда. Оппоненты пару ударов нанесли. Ну, вот, наконец. Вот, наконец. И обратите внимание, что сейчас преимущество Изумруда уже не так велико. Побежал Безверхий вперед. Безверхий, Безверхий! Вот это да! 2-0. Безверхий просто уничтожил. Деклассировал всю оборону соперника. Брависсимо! Безверхий сделал этот мяч. И снабдил голевой передачей Дроздова, которому оставалось только просто покатить в пустые. Кажется, и сами не понимают, игроки СФ, как такое произошло. Как Безверхий промчался со своей половины поля до чужих ворот. Да, и просто прошел всю оборону, всю защиту. Вот, как принято говорить, как сыр-масло. Как нож-масло, да. Сыр-масло тоже какой-то вред получается. В общем, молодец Безверхий. Глевай передача на его счету. Ну, в общем-то, можно даже и гол записывать. На него там Дроздову оставалось немного сделать. Жалко, жалко, конечно, что Изумруд так быстро убил интригу в этой встрече. Все-таки всегда хочется посмотреть интересный футбол. И равный футбол. Но вряд ли сегодня здесь получится это. Ну, хотя всякое бывает. СФ-команда достаточно, достаточно неуступчивая. Неуступчивая, несмотря на то, что много проигрывает. Ну, борьбу навязывает практически всем. Ну, в прошлый уикенд СФ играл с Пивдомом. Там, правда, не получилось ничего навязать. Что неудивительно. СФ проиграл со счетом 1-9. Наверное, ничего тут нет удивительного. В принципе, Пивдом и более унизительно громил оппонентов по вышке в этом сезоне. А так СФ даже сумел отличиться. Сумел поразить ворота самой непропускающей команды лиги. Сейчас активно атакует аутсайдер. И, может быть, даже удар по поворотам будет или не будет? Нет, ну, мяч уже вот сзади. Но, тем не менее, СФ продолжает, собственно, атаку. Поддача на дальнюю. Эх, немножечко не точно. Так вот, СФ даже забил Пивдому. Сделал это Шерегешев. Вообще, достаточно интересный молодой игрок. Всего лишь 18 лет ему. Кирилл Шерегешев. Но в пяти встречах вышки два раза забил уже. Выступая не за самую сильную команду. Сегодня, правда, вот он не приехал на изумруд. Вообще, сегодня у СФ крайне короткая скамейка запасных. Она состоит всего лишь из одного Алексея Мартынова. Опытного Алексея Мартынова, 38-летнего. Настоящий дядька-наставник для молодых партнеров. У СФ, конечно, очень молодой состав. И, в общем-то, перспективный. Другое дело, что ждать вышки, пока они вырастут, никто не будет. Так можно и покинуть элиту. А так, конечно, и тот же Шерегешев, 18 лет. Сегодня играет Бедрединов, 18 лет. Куликов, Денис, Настрея нападения, 20. Магуров, 21. Ионин тоже, 22, в принципе. Не самый старый. Зумрит тем временем атакует. Дроздов, Дроздов. Теперь все сам хочет сделать. Дроздов, браво! Чупанов, не знаю, вот, может быть, он в хоккее когда-то играл, стоял там на воротах. Но манера игры у него явно из этого вида спорта. Очень много ногами сегодня он спасает свою команду. Очень хорошая реакция у него. Действительно, сколько Чупанов сейвов сегодня совершил. Да, дважды пропустил, но там голы, наверное, все-таки не на его совести. Куценко бил с метра на добивании. Конечно, здесь голкипер ничего уже сделать не мог. Дроздов тоже катил уже в пустые. Ну, понятно, что в слабой команде вратарь всегда будет на первых ролях, потому что много он находится в игре. Изумруд! Очередная атака. И как сейчас не попадает Овчинников в створ, а? Вывели его сейчас на удар. И Дроздов, как раз, по-моему, снабдил передачей отличной, как его пару минут назад без верхи. Но Сергей Овчинников подвел. Не сумел попасть в ворота. Счет прежний 2-0. СССР пытается что-то в атаке придумать. И может быть даже получится. 13-й номер там с мячом. Крутится, вертится. Кидает вперед на Куликова. Но не дали Куликову до мяча добраться. Вообще СФ, конечно, молодцы. Смотрите, сражаются. Да, два мяча пропустили. Но заигрываются иногда. Дроздовы сейчас бросили в прорыв. Изумрудные. Чупанов вовремя сместился вперед. И оказался первым на мяче Куликов. Куликова в центре поля. Передача налево. Еще назад. СФ ведет настоящую осаду изумрудной крепости. Где же Дмитрий Хлестов. Ну, Дмитрий Хлестов в обороне. Надежен. Вперед пока особенно не подключается. Хлестов не часто в этом сезоне приезжал на поединки изумруда. Четыре раза всего был. Ну, в том числе и с пивдомом сыграл. И, честно говоря, сегодня я его особенно не ждал. Все-таки матч с улсайдером. Можно справиться и без экс-игрока сборной России. Но зашел в раздевалочку и сразу же увидел там и Дмитрия. Конечно, очень приятно. Насладиться игрой таких мастеров. Но тут, конечно, много и других мастеров. Вот в частности из СФ. Если СФ один мяч отыграет, тогда станет смотреть игру намного интересней. Интрига живет. Эх, подача вперед. Но Куликову никак пока не удается зацепиться за мяч. Чупанов, Чупанов. Ух, как уверен в себе Чупанов. Дроздовый сейчас на замахе убрал. Совершенно не трясется. Да, играет с сильной командой. Но что же теперь с того? Все живые люди. Вообще, СФ, конечно, срочно нужно набирать очки. Срочно нужно исправлять ситуацию. Потому что, ну, сами понимаете, 4 балла после 13 игр. Это очень и очень печальный показатель. Еще не так давно СФ сражался за медали. Высшей лиге дважды становился четвертым. Но от этого состава ничего не осталось, по сути. Никого не осталось. И сейчас СФ представляет собой, в общем-то, экс-ФПН-Отрада. Была такая команда. ФПН-Отрадная. Которая закончила свое существование. И вот, собственно, большая часть футболистов перебрались именно в СФ. А сейчас опасная атака из Умруда. Это 3-0. Это Латышев Иван. Только-только вышел на замену. И тут же поразил ворота соперника. Вот это замена. Браво. Товарищ судья. 3-0. Ну что же, Изумруд ведет уже разгромно. Но СФ все-таки достойно выглядит. Не сказать, что откровенно мальчики для битья. Потому что неделю назад здесь Интер играл с Фемидой, если я не ошибаюсь. Тоже матч этот. С забытыми, да. Матч этот я комментировал. И там было просто избиение. Ну, после первого тайма 5-0 было. Но, по-моему, могло и 10 мячей влететь в ворота забытых. Но потом, правда, Фемиды. Забытые, правда, потом немножечко пришли в себя. И в итоге даже забили 4. 4 мяча в ворота соперника. Уступили 4-9. СФ же пока 3 пропустил. Это опасно сейчас. Куценко зарядил издали. Но Чупанов справился. Чупанов, несмотря на 3 пропущенных мяча, по-прежнему, еще раз повторюсь, играет без ошибок. Так вот, говорил я, что СФ это фактически экс-ФПН от Рада. Очень молодые ребята в основном. Исключая там Мартынова, 38-летнего. Есть еще Андрей Никишин. Тоже 38 лет ему. И он, кстати, регулярно играл в ЛФЛ. Ни одного матча не пропустил до сих пор. Но сегодня не сумел приехать по каким-то причинам. Ну а забытый в прошлом сезоне заняли... То есть забытый изумруд в прошлом сезоне занял третье место. И команда настроена повторить это достижение как минимум. В составе изумруда хватает как опытных игроков, так и совсем молодых. Которые еще будут расти и прогрессировать. А сейчас опасная атака изумруда. Ух, как мяч в ворота не залетел-то. Вот это шанс. Куценко отдал снаряд партнеру, но тот не сумел пробить кого-то, по-моему, защитник СФ на линии. Тут изумрудные апеллировали к орбитеру, мол, была игра рукой, но рефери внимания никакого не придал их словам. Целый ряд замен произошел у изумруда тем временем. Ну вот один из лавочников, из комечников Латышев, Иван Латышев, уже успел выйти и забил практически первым касанием. Скорее всего, так и было. Вот, кстати говоря, Латышев один из молодых игроков. 18 лет, всего ему 18 лет. 97-й год рождения. Можете себе представить? Пришел в изумруд из Шкида. Вообще, в составе изумрудных хватает людей из этой команды. Взяли оттуда много молодых перспективных ребят. И помимо Латышева это тот же и Роман Дроздов, тоже 19 лет. И Александр Савин тоже. 22. В общем, я считаю, что в изумруде в этом плане грамотно работают на перспективу. Есть опытные ветераны, но есть и молодые, которые в будущем поведут команду за собой. Ну а пока им помогают более возрастные партнеры. СФ опаснейшая атака. И здесь Ячков накрутил, накрутил парочку оппонентов и выстрелил в ближнюю девятку. Чуть-чуть не точно. Пока без изменений. Счет. 3-0, изумруд, громит СФ. Кстати, пользуясь моментом, хочу прорекламировать выпуск, третий выпуск программы Северо-Восточный Экспресс, в котором мы рассказали о самых интересных событиях лиги, произошедших за месяц. Ну и ведущим этой передачи был, собственно, ваш покорный слуга, Борислав Головин. Ну, вначале я не представился, поэтому вот сейчас пробел этот закрою. Много там интересного. Приехал на интервью Александр Петров, игрок Пивдома. И беседа наша стоялась прямо во дворике на станции метро Войковска. Ну, ничего. Александр, как самый настоящий профессионал, пообщался с нами, ответил на все вопросы. В общем, очень-очень интересно будет. В том числе поговорили про решающий, возможно, матч чемпионата. Ну, может быть, не решающий, но ключевой между Пивдомом и Интером, который состоится 27 декабря. Напомним, что у Пивдома и у Интера поровну очков пока, но у Пивдома на одну игру меньше. Пивные идут без очковых потерь пока, тогда как Интер уступил Монте. И вот 27 декабря состоится очная встреча между ними здесь, на стадионе в Отрадном. Это будет очень и очень интересная предновогодняя битва. Кто-то из этих команд сделает себе хороший подарочек к первому января. Ой-ой-ой, а вот тут подарочек себе делает игрок изумруда. Ну-ка, ну-ка, повернись-ка спиной. 20, по-моему, 21 номер. Я разглядеть все-таки кто же стал. Это 20, 28, да, 28 оформил дубль. Это Латышев. Вот это да, Латышев, блестяще. Подали с углового и он спокойненько с пары метров замкнул. 0-4, но слишком простой гол, даже не знаю, что-то комментировать. Совершенно спокойно Латышева оставили на штанге ближней. Ну и здесь оставалось просто подставить любую часть тела. Латышев так и сделал. Вот так вот. Вот молодой парень, 18 лет, вышел на замену и уже два положил. И сейчас Латышев бежит за третьим, но здесь Ионин против него грамотно сыграл. Продолжается атака изумруда. На левом фланге мяч. Передача назад. 4-0, играть еще 8 минут в первом тайме. Но пока, к сожалению, в одну сторону идет игра. Пытается что-то сделать СФ, но не получается ничего. И толком даже опасных моментов не было у ворот изумруда. Да не толком, а вообще их не было. остается СФ теперь играть только ради собственной чести. Что же теперь делать? Да, конечно, изумруд крепкая команда и здесь тяжело было рассчитывать на очки. Но продолжает сейчас изумрудный разрывать оборону соперника и могут зевнуть контратаку. Могут зевнуть опасные и контровыпад по левому флангу. Передача на 13-го номера и ай-яй-яй, далеко от себя отпустил мяч Андрей Могуров. Тут же контровыпад изумруда. Вот тоже очень хорошие быстрые атаки проходят у изумрудных и там действительно молодые ребята на скорости убегают от кого хочешь. Тот же Иван Латышев и Роман Дроздов, который пока что на скамеечке запасных пребывает. Как раз Латышев свое место на острие атаки и уступил. Вот очередная атака СФ, но здесь на опыте, на опыте играет защитник изумруда. Точно вратарь изумруда играет. Еще один шанс для СФ, еще одна возможность. Удар издали. Куликов прицелился, но не попал в створ. В принципе СФ может быть на один то гол уже наиграл. Ну хотя бы на половинку гола. Воротам били немало, но правда не очень-то точно. Конечно тяжело сегодня играть в команде против изумруда, который представляет Северо-Восток в Еврокубках, а именно в Кубке ЛФЛ. Правда жалко, что изумруды не сумели пробиться в плей-офф турнира. В драматичном поединке в последнем туре не сумели обыграть ультру, которая до того лишь одно очко набрала и в итоге вылетели из Кубка ЛФЛ. Причем тоже, кстати, об этом в Северо-Восточном экспрессе будет. Вели 5-3 буквально там за две минуты до финального свистка и этот счет полностью устраивал изумруд. Все, уже праздновали ребята выход в плей-офф, но умудрились пропустить дважды на последних минутах, совершенно непонятно как. Причем до того не реализовали выход 2 в 1. Но не буду обередить раны болельщикам изумруда, которые присутствуют сейчас у мониторов, смотрят этот поединок. Да, была неудача, но нужно забыть о ней и как можно лучше выступить в регулярном чемпионате. СФ продолжает напрягать атмосферу. Снова не дошло дело до удара. Аутсайдер пока что не может действительно потревожить Сергея Финенко, по-настоящему потревожить. Хлестов, кстати, к атаке тут подключился, редкий момент и передача на правый фланг отлично! Эх, там подключался классно игрок. Чуть-чуть не дошел до него мяч. Хлестов, я вот обращаю внимание, практически не переходит через центр поля. Играет на опыте действительно, что ему получается мчаться вперед. Голы все свои он уже забил. Сейчас, наверное, ему не так важно за списаться в воротах аутсайдера высшей лиги. что касается лучшего бомбардира из Умруда, то им в чемпионате является Роман Дроздов, значит, у которого семь мячей, и сегодня он забил восьмой. Далее шесть голов у Алексея Стулина, пять у Дмитрия Бабина, четыре у Николая Широченкова, ну и по три забили Иван Латышев, который дубль оформил, поэтому у него уже пять, и три также у Сергея Овчинникова. Сегодня пока что он не смог отличиться, хотя парочку моментов имел для взятия ворот опаснейшую, опаснейших, но АУСФ лучшим бомбардиром с четырьмя мячами является Денис Куликов, который сегодня как может сражается на острие нападения у команды, но моментов немного имеет. Вот может быть сейчас хорошо, хорошо бежит вперед Магуров и как раз таки Куликову мяч отдает удар, Ротарь на месте, спас сейчас свою команду Финенко. Да, вот Куликов, вот создали ему наконец-то возможности, он пробил в дальний, но галки при Узумруда непреодолимой преградой стал на пути мяча. Хлестов, вот как раз Хлестов очень близко к центральной линии, но нет, не перешел за нее, остался верен себе, а тут сражается Латышев за мяч на чужой половине поля. Парень молодой, сил полно, хочет забивать еще и еще. Не самое простое дело, конечно, в 18 лет выступать выше лиги ЛФЛ. У Шкиде было много талантливых игроков и многие из них оказались как раз-таки в Изумруде. СФ, несмотря на неудачный ход матча, контролирует снаряд и, в общем-то, достаточно часто это происходит, лишь бы, ну вот бы еще забить подачу с фланга, здесь очень спокойно принимает мяч на собственное лицо Экзи Куценко. Даже не поморщился. Продолжается атака СФ, но когда же уже будет удар? Нет удара. Конечно, не болею я за СФ, но просто хочется действительно интриги, хочется борьбы и хочется сражения, хочется, чтобы в комментаторской кабинке у нас стало потеплее, хотя бы плюс 10. Пока что только собственным сражением согревается, топит, отапливается эта кабинка. Атака изумруда. Давно мы уже не видели команду впереди. Может быть, сейчас будет пятый гол. Передача. Ой-ой-ой-ой-ой. Алексей Куценко, как ему сейчас прострелили на дальнюю штангу. Просто, просто подставь ногу. Но не удалось Куценко и мяч полетел от его бутсы за пределы поля. Ох, да, это был опаснейший момент и Куценко мог оформить дубль. Куценко-то как раз забивает нечасто. Сейчас вот я не могу вам сказать сколько он забил. Хотя почему не могу? Два мяча, два мяча у него до того. И вот сегодня тоже один еще прибавил. Не мог бы и два. Впрочем, еще не вечер, но первый тайм закончится с секунды на секунду. Осталось совсем немного. Чупанов опять уверенно идет в обыгрыш против нападающего соперника и передачу классную выдает. Ну что же, ну давайте громко хлопнуем дверью ребята удары издали. И первый тайм на этом закончен. 4-0 изумруд громит СФ. Давайте немножечко передохнем. Начался второй тайм в поединке изумруда и СФ. Это 14-й тур высшей лиги Северо-Востока. После первого тайма счет не оставляет никаких надежд. СФ 4-0 в пользу изумрудных. Дубль оформил Иван Латышев и еще по мячу забили Алексей Куценко и Роман Дроздов. Все это я повторил для тех, кто пропустил может быть первый тайм и только сейчас присоединился к просмотру этого увлекательнейшего поединка. Конечно, интриги сегодня немного. К большому сожалению немного. Но СФ в общем-то смотрится не безнадежно. Аутсайдер много атаковал. Аутсайдер много владел мячом. Аутсайдер чуть было не забил сейчас. Вот это момент. Обрезались защитники изумруда и подарили великолепную возможность, потрясающую возможность оппоненту, но не точно выстрел последовал. Может быть даже это самый опасный момент был за весь матч у ворот Сергея Финенко. Продолжается игра. Продолжается игра и тут же бежит безверхий вперед по флангу. Никто его не может остановить. Только в подкате в последний момент получается это у игроков СФ. Безверхий вроде бы выглядит несколько скажем так тяжеловато все-таки уже и некий лишний вес образовался пытаясь аккуратно и оговорить чтобы на кого не обидеть но безверхий бежит очень здорово и как он оторвался от всех в эпизоде со вторым голом просто убежал со своей половины поля домчался до чужих ворот на невероятной скорости и снабдил передачи классно Романа Дроздова которому оставалось просто подставить ногу. Вот вам и безверхий здорово сыграл в том эпизоде АСФ у нас тем временем пытается выйти из обороны в атаку но очень здорово Изумруд прессингует казалось бы отобрал мяч но вот сейчас это и произошло и сейчас будет наверное удар нет прострел прострел в надежде на то что Роман Дроздов подставит ногу Дроздов начинал игру в стартовом составе забил мяч ну затем уступил свое место на поле Латышеву который оформил дубль ну поровну они видимо отыграют как и в первой половине встречи а сейчас по ноге получил игрок СФ Андрей Магуров 13 номер ну ничего страшного доиграет одеваться то не некуда потому что у СФ сегодня всего лишь одна замена я говорил об этом Алексей Мартынов 38-летний на скамеечке присутствует и то по-моему могу ошибиться но он вроде бы не выходил на поле по ходу первого тайма не слишком готов к игре Айзумруд сейчас отнимает мяч на свое половине поля но контратака не получилась быстро и все возвращаются у СФ назад и игра рукой сейчас зафиксирована у защитника СФ достаточно опасный штрафной Овчинников показывает что оставляет стандарт за собой но нет видимо кто-то другой будет исполнять давайте посмотрим давайте посмотрим вот кстати Дмитрий Христов пришел на чужую половину поля может быть и у него момент какой-то возникнет караулит дальний фланг Христов без верхи отошел от мяча будет будет удар или будет подача сейчас узнаем удар удар по воробьям главное не разбить стекло ни в чьей квартире ну к счастью сетка оградительная висит за воротами обеих команд поэтому ничего страшного не произошло ничего опасного тоже не случилось СФ с мячом в очередной раз и играет через Чупанова Чупанов Чупанов чуть было не потерял сейчас снаряд галкипер СФ в первом тайме показал себя очень смелым вратарем не раз он шел в обводку и даже оставлял в дураках того же Дроздова и Латышева буквально на замахе их там убирал но сейчас Дроздов жестко жестко сыграл против него показал что так делать не стоит и сейчас Дроздов с мячом могла настоящая месть состояться в виде взятия ворот не удалось здорово играет в отборе Денис Куликов на чужой половине поля но недолго мяч у СФ оставался атакует изумруд эх Савчинников классно забросил мяч на Курасова который ждал передачи на левом фланге но не дотянулся немножечко до снаряда СФ последний раз побеждал побеждал СФ последний раз почти что 20 сентября это было тогда разгромили Москву 4-1 казалось бы все впереди казалось что да неудачное начало но вот пожалуйста вот победа сейчас очки пойдут но не тут то было и прошло уже получается октябрь ноябрь декабрь 3 месяца почти 3 месяца прошло с этой даты то есть если СФ сегодня не выиграет то железобетонно 3 месяца без побед ужасающая конечно серия и с тех пор лишь раз набрали очки сыграв в ничью с Монтой 2-2 кстати удивительный тоже сенсационный результат потому что Монта мы помним обыграла Интер действующая у чемпиона лиги но видите не сумела взять 3 балла в поединке против скромного СФ а СФ сейчас очень неплохо атакует но будет ли удар поворотом вот сейчас очень-очень опасно и Изумруду приходится даже вот так на отбой играть не очень активно действует Магуров который сейчас с левого фланга классно сместился в чужую штрафную в последний момент ему не дали дважды пробить молодец Магуров разозлины игроки СФ на самом деле и вот Куликов отлично отлично в центре поля убирает соперника удары издали не точно а здорово играет СФ во втором тайме согласитесь ну здорово ни в чем не уступает сопернику пока что вот прошло 7 минут практически во второй плане встречи абсолютно равная игра ну и счетный табло тоже пока равный 0-0 пара моментов было у Изумруда пара моментов было у СФ все было хорошо для команды если бы не счет на табло 4-0 4 мяча отыграть конечно будет очень очень сложно нужно для этого какое-то новогоднее чудо но если СФ забьет хотя бы один мяч уже будет неплохо Куликов налево Магуров Магуров вот он своей активностью может тут зажечь на фланге убирает Магуров без Верхова передача в центр удар поворотом и ой-ой-ой это было очень опасно мяч буквально проскакал в сантиметре от штанги здесь Финенко вроде бы контролировал ситуацию но не сумел выручить команду от углового а тем временем прожектора зажигаются темнеет в Москве достаточно рано подача с углового отбивает Изумруд вы посмотрите Изумрудный играет на отбой вот это да в матче против главного аутсайдера лиги вот вам и главный аутсайдер здорово здорово СФ играет без Верхи а вот-вот кто может убежать без Верхи и классно играет сейчас в разрушении Ионин Севастьян Ионин и сам подключается вперед к атаке передача направо Куликов ай Куликов не успел к мячу но СФ СФ не теряет снаряд уже посмотрите какую минуту атакует СФ здорово а сейчас могут зевнуть контратаку у соперника Овчинников на лево мяч забрасывает там Роман Дроздов не догоняет снаряд здорово играет СФ на втором тайме просто здорово пока кажется что гол лишь дело времени гол ворота Сергея Финенко давайте подождем давайте посмотрим но действительно стало интересно намного стало интереснее смотреть футбол передача на лево фланг здесь тоже очень активен Алешин Овчинников СФ увлекается конечно сейчас атакой рискуя пропустить контр-выпад соперника и вот Дроздов прессингует тут же голкипера Чупанова Ионин Ионин как активен Ионин центральный защитник на чужой половине поля пошел в обводочку даже вот это да вот это защитник все на поле умеет Севастьян Ионин даже сразу потеплело в комметаторской кабинке во втором тайме намного интереснее намного интереснее стало смотреть эту встречу Куликов обороняется Изумруд даже непонятно что случилось вообще с командой ну не сказать что Изумруд прям таки возил там СФ по газону в первом тайме тоже как-то вот ну по первым минутам Изумрудные владели колоссальным преимуществом и забили тут же а затем больше вот на контратаке полагались и сейчас то же самое но сейчас преимущество СФ совсем неприличным становится Куликов бил с дальней дистанции с рикошетом угловой рано или поздно СФ должны забить должны потому что сейчас моментов у ворот Финенко достаточно еще еще один угловой и здесь уже все игроки команда СФ на чужой половине поля удар Алешина справились Изумрудные и Дроздов здесь караулит на чужой половине поля но Ионин Ионин Ай-яй-яй Ионин обрезался Дроздов убегает на рандеву с голкипером СФ и не попадает в створ Вот и момент для Изумруда был Как я говорил Дроздов караулил там на чужой половине поля момент и дождался обреза ужасающего от Ионина ну и убежал на рандеву с Чупановым на своих молодых ногах повезло сейчас СФ откровенно а Куликову сейчас повезет удар классный удар в ближнюю девятку но снова не точно много бьют игроки СФ поворотом много но все время не хватает им прицела нужно навести его все-таки откорректировать как-то тогда может быть и очки начнут набираться но игра СФ сегодня выглядит совсем не безнадежно вот если СФ будет действовать так же и в других поединках в матчах с командами ниже классом ну то есть ниже классом сложно говорить когда последнее место занимаешь ну в матчах с командами равными себе то вполне можно еще будет исправить ситуацию много Куликов бьет нет не бьет отдает направо на Ионин Ионин прострел срикошетил мяч очень опасно и чуть было не залетел в створ еще один угловой у ворот изумруда просто удивительный изумрудный абсолютно прижали к своим воротам и просто бросили как будто бы играть ох ты Куликов уже через себя бьет вот это уверенность почувствовали в себе футболисты СФ но снова контратака может опасно изумруда пройти сейчас Дроздов борется за мяч тут даже не Дроздов Дьячков и Дьячков выигрывает эту борьбу в конце концов прострел мяч летит в ближний угол но не попадает в створ начинает тут кричать уже друг на друга футболисты конечно игроки изумруда не слишком-то довольны происходящим на поле счет их полностью устраивает но та игра которую команда показывает во втором тайме не больно то обнадеживает аутсайдер посмотрите как аутсайдер играет прокидывает безверхому мяч между ног но контратака контратака Хлистов вот Хлистов сейчас может начать наступление своей команды покрутил угловой посмотрел не увидел никого и Овчинникова назад в итоге отдал передачу и снова Хлистов в центре поля вот не видел я его здесь на чужой половине поля ни разу за сегодняшнюю игру практически но сейчас посмотрите дежурит он здесь видимо решил пойти все-таки вперед в полузащиту да действительно так наверное и есть Двичков сместился направо в оборону Хлистов в центре поля может быть тут со своими умными передачами наладить наладить игру изумруда в центре которая совсем совсем перестала получаться в втором тайме у команды игроки СФ бросаются в прессинг в хорошем настроении но им-то терять действительно нечего уже все на табло счет не очень приятный горит что уж тут теперь играть на отбой можно уже и получить удовольствие от футбола но с переходом Хлистова в центр действительно как-то поспокойнее стало больше мысли в полузащите вот сейчас Хлистов раз одной передачи Дроздова вывел но никуда он его не вывел в итоге Куликов Куликов Дроздов сыграл в обороне сейчас здорово забьет ли СФ сегодня вот главный вопрос но уж на один мяч они наработали откровенно говоря наработали на один сколько ударов поворотом Финенко было сегодня еще один сейчас выстрел Магуров но мяч свалился у него с подъема а сейчас ряд замен будет у Изумруда Артур Сердюков выходит и Дмитрий Бабин ну а также Иван Латышев автор дубля выходит поохотиться за хит-триком может быть с этими заменами удастся Изумруду наладить собственную игру которая во втором тайме совсем не получается вот Хлистов смещается назад снова здорово играет тут он посмотрите обходит одного второго игрока выдает Овчинникову передачу в центр и сам бежит вперед Овчинников Сергей удар Сердюков ух 5-0 5-0 ну вот и замена снова сыграла у Изумруда Артур Сердюков только-только вышел на поле и тут же поразил ворот СФ блестящим ударом в дальний угол хорошая замена хорошая замена сегодня у Изумруда Латышев вышел на поле в первом тайме первым же касанием забил потом оформил дубль и сейчас вот пожалуйста Артур Сердюков 5-0 все-таки забивает Изумруд АСФ пока не может но здорово Ионин посмотрите Хлистову чуть было не обокрал на фланге но Ионин моложе конечно на много Хлистову Хлистову 44 года уже он самый сегодня возрастной игрок здесь безусловно на опыте он может многое показывать но конечно тяжело действовать против 20-летних у которых полно сил у которых нет ни травм никаких еще ни повреждений которые рвутся в бой за Хлистовым огромный опыт но вот за Ионином например скорость и физика продолжает атаковать АСФ передача хорошая обостряющая не прошла здесь Сердюков грамотно кстати в обороне отыграл и забил только что сейчас тоже очень полезно полезно действовал наладили наладили Изумрудную собственную игру и Овчинников здорово играет в отборе ну и что же выводит он на хитрик Латышева Латышев Латышев 6-0 Немножко жалко СФ хорошую игру демонстрировала команда после перерыва но ворота не Федова то есть Сергей Финенко так и остались нераспечатанными ну а Изумруд два своих момента реализовал и в том числе очень радостно за Ивана Латышева молодого 18-летнего нападающего который оформил хитрик но третий мяч он забивал сейчас конечно просто издевательский там спокойно покрутился он со снарядом в ногах подумал ну и так по хоккейному бросил под рукой у Чупанова который ничего не мог сделать в этом эпизоде 3-0 по голам для Латышева поздравляем его с хитриком первым хитриком в составе Изумруда то ли еще будет с почином как говорится Латышев сейчас стремился вывести на удар партнера играть еще порядка 12 минут и у СФ есть время все-таки мяч престижа забить еще раз повторюсь то что аутсайдер заслужил наработал на этот гол много было ударов поворотом в Финенко но грешили неточности футболисты СФ а сейчас уже у Изумруда наладилась игра и снова все стало получаться на левом фланге мяч здесь здорово отработал Денис Куликов в обороне чей номер 2-0 ну и по голам сегодня да тоже 2-0 к сожалению не сумел он пока отличиться а сейчас здорово Чупанов в очередной раз сыграл на последнем рубеже среагировал на выстрел в ближний угол и перевел снаряд на угловой еще один момент для Изумруда прострел низом залетит ли мяч в створ нет не залетел Латышев второй мяч забил именно после подачи корнера совершенно спокойно Иван замкнул ближнюю штангу никто ему там не мешал по-моему даже сам Латышев удивился потому что так все просто и легко получилось А Изумрудный уже всей командой перешли на чужую половину поля возможно еще мы увидим голы до перерыва то есть перерыва-то уже не будет до конца матча Хлистов Хлистов по правому флангу посмотрите Куликов классно обокрал Хлистова и сейчас Куликов получает мяч и снова будет бить наверное да удар и гол наконец-то 1-6 Куликов ну наработал заслужил Куликов Денис Куликов становится автором мяча престижа в составе СФ 1-6 давай 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 ну что ж остается только поздравить Куликова с этим забитым мячом наверное действительно он его заслужил и очень много бил по воротам Финенко не везло ему немножко ну а на этот раз все получилось и снаряд вонзился точно в дальний угол 1-6 и поприятнее все-таки поприятнее стал играть СФ но тут же атака изумруд опаснейшая и здесь Латышев сыграл не лучшим образом на этот раз СФ идет в атаку СФ продолжает наступать и бьет по ногам сейчас Магуров оппонента и тут же получает желтую карточку кстати первый горчичник в этом матче штрафной для изумруда ну понятно что не очень опасно заброс на дальнюю на дальнюю на дальнюю бровку Куликов Куликов вот сейчас у него должна пойти игра все-таки он отличился забил Куликов тоже сейчас связывает буквально оборонную атаку собственно команда и еще один удар поворотом на этот раз лит точно СФ все равно пусть даже и проигрывает и пусть даже с крупным счетом но с поля без гола практически никогда не уходит лишь дважды такое было проиграли отради с минимальным счетом ну и потом вот недавно Герти отрадная со счетом 0-7 ну а сегодня 1-6 пока что но есть еще время Христов кстати снабдил отличной передачей партнера тот бил дальний но совсем не точно Христов мог стать автором голевой передачи в этом эпизоде если бы партнер был если бы партнер повел себя более внимательно к этому эпизоду сейчас Христов на опыте прервал забег оппонента Сергея Алешина по левому флангу немножко осталось играть командам понятно что все уже ясно все решено Изумруд одержит победу но тем не менее все таки хотелось еще раз сказать пару добрых слов в адрес ССФ команда показывала не самую плохую игру особенно после перерыва были моменты когда откровенно возили оппонента даже вот так откровенно возили а сейчас Латышев Латышев что творит Латышев покер 7-1 Иван Латышев вот за Латышева радостно 18 лет покер первый покер в составе Изумруда сейчас вся скамейка там кричала болела за него очень хотели чтобы он отличился и как Латышев красиво сыграл обыграл вратаря и закатил в пустые просто да по хоккейному очень красиво 7-1 преимущество Изумруда становится все весомей покер Ивана Латышева даже сбились оппоненты спрашивают сколько он именно забил но 4-4 да классно 7-1 Иван Латышев пока это его лучший матч в составе Изумруда а может быть и вообще ССФ ССФ бежит в атаку забить второй свой мяч классно конечно Латышев дважды вышел со скамейки что в первом тайме что сейчас во втором забил по 2 и может быть еще ему удастся он настроен он настроен там на борьбу впереди ждет он ждет передачи постоянно заброс на дальнюю штангу здесь спокойно играет как раз таки посмотрите у ССФ появился опытный Алексей Мартынов на поле вот может быть впервые даже и побежал вперед тут же 38 лет ему зарабатывает ФПН угловой ФПН ССФ ФПН у меня откуда-то всплыл но ФПН тоже борется за выживание поэтому такая оговорочка по Фрейду ну у ФПН дела-то получше ФПН пока что располагается на 13 строчке вот если я не ошибаюсь тогда как ССФ на последнем месте с 4 очками 9 баллов у Медведкова тоже это зона прямого вылета футболмания пока что идет на стыке у Изумруда даже парочку замен Иван Латышев покидает поле автор покера дает отлучиться и Роману Дроздову партнеру экс-партнеру по Шкиду теперь партнеру по Изумруду ну и Хлестов тоже пошел отдыхать до того действовал без замен вообще АСФ разыгрывает стандарт очень интересно Куликов Куликов отлично Алешин гол 2-7 Сергей Алешин молодец Сергей классно подключился к атаке и пробил точно в дальний угол с подкруточкой ни один голкипер здесь не смог бы вытащить этот мяч ну это конечно так я для красного словца но здесь Финенко был абсолютно не готов к этому удару 2-7 2-7 вот так вот вот так вот общими усилиями команды сегодня наколотили 9 голов ну здорово что интересно жалко только что 7 из них влетели в ворота одной команды в ворота СФ ну и соответственно интриги немного было сегодня к сожалению ждал я что может быть СФ даст бой будет пытаться зацепиться за очки но не удалось Сердюков Сердюков тут очень классно распорядился мячом но отдал не очень точную передачу контратака СФ могла поучиться но слишком долго думали и Ионин здесь запускает снаряд в центр и убегает Алешин по флангу слева Алешин классно подключается к атакам Алешин и сегодня отметил с забитым мячом надо посмотреть кстати говоря не первый ли это для него гол вообще в нынешнем сезоне да ну вот так вот я вам на сколько не смогу сказать к сожалению во всяком случае во всяком случае восьмой кладет изумруд 8-1 и снова сработала замена так ну здесь кто забил вот 68 номер пытаюсь я разглядеть будем разбираться дроздов отдавал голевую передачу вот это точно так кто же забил все-таки куценко куценко мне кажется по-моему куценко все-таки это был подключился к атаке по флангу и оформил дубль куценко поздравляем ну и голевая передача роман куценко дубль О, там Дроздов есть у него. Нет, передача не слишком удачная. И тут же идет вперед СФ. Михаил Бугримов в коричневой шапочке очень активно вышел на замену. И мог стать автором, соавтором голевой передачи. Куликов. Да, ну и что тоже очень важно. Изумбут 86 набирает 3 очка. Ну и, соответственно, продолжает бороться за бронзу. За бронзу. Посмотрим, как в этом туре сыграет Баку. Не скажу я вам, если честно, с кем они будут встречаться. По-моему, завтра у них игра. Да, ну и Баку и другие команды. Там и Фемиды, и Герт от Радны. В общем, целая группа коллективов, сражающихся за бронзу. Ну, а СФ остается на дне с 4 баллами. И положение команды становится еще более неприятным. Сердюков бежит за 9-м мячом. Передача партнера. Ну, вот сейчас Куценко бить будет. Нет, Сердюков! Фух, ну тут как же, Сердюков. Все, финальный свисток. 10 секунд еще оставалось, но судья решил остановить это избиение. 8-2. Ну что же, изум... Уверенно разгромил СФ. 8-2. Спасибо, что были с нами. Для вас работал Борислав Головин. До свидания. Спасибо. Спасибо.